Глава республики с рабочей поездкой побывал в Хунзахском районе. Визит оказался более чем насыщенным. Абдулатипов осмотрел несколько социальных и культурных объектов в селах Цада и Хунзах. Затем он провел совещание, где обсудили состояние и перспективы развития сферы культуры. Секинат Малаева расскажет подробнее. До начала совещания делегация побывала в селе Цада. Здесь запланировано сразу несколько мероприятий. Встреча с руководством муниципалитета в мемориальном комплексе «Белые журавли». Осмотр фотогалереи, посвященной Расулу Гамзатову. Затем открытие бюста и его брата Гаджи Гамзатова. Его память увековечили за огромный вклад в развитие науки и литературы. После торжественной церемонии на постамент взложили цветы. Далее осмотры социальных объектов, сданных после капитального ремонта. Вот в этом детском саду еще в 60-е годы одновременно располагались школьники и дошколята. В 2015 году силами администрации района проведен капитальный ремонт. И теперь помещение детского сада отвечает всем современным требованиям. После осмотра глава республики пообщался с детьми и вручил им подарки. Все умеют читать? Да. А писать? Да. Показать роль, да? Начальную школу перевели в новое здание. Школе присвоили имя академика Гаджи Гамзатова. Пока набор только на 4 начальных класса. Всего 24 ученика. Но школа рассчитана на перспективу. Посадочных мест на 60 человек. Делегация побывала и в новой поликлинике, которую планируют открыть в самое ближайшее время. Глава республики при встрече с персоналом еще раз подчеркнул. Главное в сфере здравоохранения не новые помещения и оборудование, а хорошие врачи. Медицинская сфера, она находится в хорошем состоянии. Но почему многие люди уезжают из Дагестана, чтобы проводить мелкие операции и так далее? Главным образом из-за отношения врачей к больным. Следующий пункт – парк имени Героев труда. При осмотре объекта руководитель муниципалитета Саид Исупов поделился планами на будущее. По его словам, совсем скоро в районном центре появится еще один новый парк. Молодцы. Вот это будем реализовывать. А сколько стоимость? Ну, я думаю, где-то миллионов 20, наверное, будет, если не больше. Какую-то часть там район даст, какую-то мы будем привлекать инвесторов. Совещание состоялось в Центре традиционной культуры народа в России. Открывая мероприятие, глава республики напомнил, что первоочередная задача профильного министерства – отработать как можно быстрее собственную программу по сохранению культуры и исторического наследия народа в России. Что мы делаем, должно делаться профессионально. Иначе нет смысла что-то делать. Очень важно, все не расписывая, не включая много слов, чтобы мы в этой программе обозначили конкретные проекты по направлениям. Вот я сказал по литературе и поэзии, проект делает Магомед Ахмедович. Салихат делает по музейному наследию и музейному развитию, музейному делу в Дагестане. И таких взят людей, у которых уже что-то сделано. Почти все учреждения культуры слабо используют интернет-ресурсы. Направление содержит много возможностей. Надо активно внедрять электронную культуру. К примеру, многие библиотеки все еще работают по старинке, и потому не способны привлечь посетителей. Есть такое понятие электронная культура. Между прочим, тоже надо включить электронную культуру. Это культура взаимоотношений, использования всей этой аппаратуры современной, информационной, визуальной и так далее, и так далее. Далее отчет министра культуры Зарема Бутаева. Позитивные изменения, оптимизация учреждений культуры, сохранение общего объема работы, несмотря на сокращение штатов. Говорили и о перспективах музеев, театров и союзописателей, отдельных центров культуры. После обсуждения глава республики подвел итог совещания. Хочу сказать спасибо всем, кто что-то делает, кто-то что-то питается делать, кто что-то понял, кто что-то хочет понимать. В любом случае это есть подвижка в сторону культуры, в сторону посвящения, в сторону нормальной обустроенной жизни. Большое спасибо. И все, что мы здесь сказали, это все надо сформулировать. И частично это должно идти и под технические задания разработки этой программы. Завершающим событием этого дня был прием граждан. К главе республики пришел Магомед Загидов, житель села Талайлух, обратился с просьбой провести ремонт водопровода в его родном селе и соседнем. Другой посетитель Магомед Далгатов, житель села Аране, просил построить дорогу и мост до селения Итля и асфальтировать автостанцию. Эти вопросы Рамазан Абдулатипов обещал взять на личный контроль и решить в ближайшее время. Секрет Малаева, Магомед Магомедов, Время новостей, Хунзахский район.